Секс-шопы в России легально существуют уже почти 40 лет. Но РПЦ задумалась, а не запретить ли их именно сейчас? Просто потому, что так хорошо сейчас все запрещается, а пока аж четыре россиянки получили порно-оскар премию Adult Video News 2022. Purple Beach, она же Таня Василькова, приз зрительских симпатий за лучший косплей на камеру. Ева Элфи, россиянка Юлия Романова, актриса инди-клипов. Джи Алиса, она же Юлия Черкова, приз лучшей иностранной анальной сцены. И Лотти Магне, русская порно-актриса, которая получила приз за лучшую иностранную сцену лесбийской любви. И нет, чтобы порадоваться за соотечественниц. Вот он, настоящий повод для патриотизма. Очередная победа России на международной арене. И в сценах анального секса, и в домашнем порно. И это далеко не все. О том, как сделать имя в порно-индустрии, русские актрисы этого востребованного жанра рассказали Полине Милушковой. Меня зовут Лотти Магне, мне 23 года. И в этом году я выиграла AVN Awards в категории «Лучшая лесбийская сцена». AVN Awards или Adult Video Network – премия, которую смело называют порно-оскаром. Главная награда в индустрии для взрослых. В этом году русские девушки забрали призы в ключевых категориях. Например, лучшие международные анальная и лесбийская сцены – наши. Но не все в России знают наших звезд в лицо. Это самая значимая награда в порно-индустрии, во всяком случае AVN. И она имеет огромное значение, потому что нам не так просто это получить, особенно среди европейских звезд. Лотти Магне, 23 года, живет в Санкт-Петербурге. В порно пришла не от отчаяния, как принято считать, а из интереса к правам человека. На самом деле, в моем случае, взыграло роль два фактора. Первый фактор, наверное, покажется достаточно примитивным и абсолютно ординарным. Но изначально я хотела получить эксклюзивный, уникальный сексуальный опыт, который весьма и весьма проблематично получить в повседневной жизни, во всяком случае, в контексте моей личности. И все было нормально до определенного момента, пока я не начала интересоваться правами женщин. Я начала изучать разные статьи. А в этих статьях источники, которым я доверяла на процентов 50 или даже более, которым у меня изначально был определенный кредит доверия, они рассказывали об ужасных вещах, с которыми сталкиваются порнозвезды, в частности, девушки, женщины. И меня это очень волновало, потому что я, например, не могу спокойно воспринимать порно-ролик и получать от этого какое-то возбуждение, если я понимаю, что за этим, возможно, стоит шантаж, манипуляции или даже насилие и угрозы. Так как я изначально хотела этого, и у меня были определенные причины пойти, то я решила, что я заодно и проверю, так это или не так. И как мы увидим, все абсолютно безопасно. Я бы не сказала, конечно, что это на сто процентов комфортная для женщин индустрия, но во всяком случае не так страшно, как об этом говорят во многих источниках. Всем привет, меня зовут Ангелина, мне 23, я порнозвезда, как вы уже узнали. Но не надо только сейчас сразу шугаться, я хорошая порно-актриса, топовая. По версии порно-хаб я на 79-й строчке, а у нас в порно-индустрии порно-хаб это почти как список Forbes, то есть я как Олег Тиньков. Только всплывающие окна со мной не так бесят. История Ангелины Дорошенковой, более известной в мире порно, как Элли Брилсон, еще более удивительная. Выиграла Всероссийскую Олимпиаду по праву, поступила в МГИМО, переехала из Смоленска. А в кино для взрослых ее привела любовь к порно-актеру. Мы познакомились, общались долго, типа тогда скайп еще был очень модный, это был 15-й год, и мы в скайпе общались и созванивались, и он меня все звал сниматься. А я уже хотела, но что-то все не ехало в Питер. Но на майские праздники он позвал меня на Кипр, типа поснимаемся, ну типа ты хотела сниматься, и если не захочешь, просто потусим. Но я и согласилась. Все, он взял мне билеты на вот эти майские праздники на Кипр, прилетели, и все, мы там замутили как бы с ним, и я снялась в порно первые два раза. Сюжета не было, это был просто секс, но было красиво все и прикольно. Ну мы в первый же день приехали, начали тусить, очень большая туса была на всю ночь. Там были и съемочная площадка, и еще модели, не только кто в порно снимался, кто не уснимался. Потом на тот момент были популярные фотографы, может быть, даже до сих пор они где-то известны. Ленин вот этот дядька с бородой был. С вами передача «Модные фотокудожники», и я ведущий Сергей Ленин. Он тогда там и в Максим, и Плейбой снимал. Какой-то еще фотограф, ну и куча моделей. Мы потусили, и на следующее утро была съемка. Ну в общем, поехали мы сниматься. На кабриолете как бы катались по Кипру, потом остановились на месте, где вот так вот море было видно, все красиво, и в принципе там и снялись. О, у меня был первый сквирт на первой же съемке. В мае, например, я снялась, но я уже не пошла ни на экзамены, ни в сентябре на учебу, то есть все. То есть я в мае, считай, на майский поехала на Кипр, через неделю я уже в Будапеште, ну там месяца два я проторчала, все. То есть больше ты просто не вернулась на учебу? Ну да, и все. Будапешт — это порно Голливуд. Как уехать из такого интересного места? Даже ради МГИМО. С родителями у девушек тоже оказалось все просто. Да нормально. Ну я не понимаю, как можно там спрашивать у взрослого человека, как отреагировали родители. Это то же самое, что сорокалетнему дядке спросить, у тебя второй брак, как отреагировали родители? Ну то есть даже если бы как-то странно, я бы сказала, мне 21. То есть как бы они не отреагировали, ну почему меня должно это касаться? Ну мои близкие меня поддерживают. Да, конечно, мои родители, к примеру, были не в восторге, это точно. Но во всяком случае, они одни из моих лучших друзей, и поэтому они приняли меня и мой выбор. Я взрослый человек, который может сам принимать осознанный выбор. Заветный билет «Мир большого порно» Ангелине выдал все тот же любовник. Вот он мне дал номер Юли. А Юлия – это Джулия Гранди, она как раз агент, у нее огромное агентство в Будапеште. Мы с ней списались, и уже через неделю она мне билеты взяла в Будапешт. Джулия Гранди – это одно из главных имен на рынке русского порно. Именно ее агентство поставляет девочек в Европу. Она и сама каждый год получает порно-Оскары, как продюсерка и режиссерка. Джулия даже организовала свой модел-хаус. Это как TikTok-хаус, только для порно, в том же Будапеште. Набирается какой-то пакет съемок, и я еду в какую-то конкретную страну на конкретный срок. К примеру, в скором времени я планирую поехать в Будапешт на неделю, и у меня будет пять съемок. Но бывает и такое, что я просто приезжаю в Будапешт, и мы всей нашей дружной порно-семьей живем в модел-хаусе, и просто живем, и у нас набираются съемки, к примеру, в этот период. То есть, ну, как на обычной работе. У нас установлены камеры по всему модел-хаусу, и у нас, насколько я понимаю, есть контракт с определенной веб-кам-студией, и просто за счет того, что мемберы отправляют нам чаевые, и за то, что они на нас смотрят, как в режиме Дом-2, мы и существуем. Нам покупают продукты, у нас есть водитель, и у нас, собственно, бесплатное проживание. Карьера порно-актрисы строится по особым правилам. Ни в коем случае нельзя начинать с анальных съемок. Сначала соло, потом видео герл-герл, затем бой-герл, и только в конце групповые сцены. Кстати, цены на жанры тоже варьируются. Соло, например, 200 долларов, лесбий-съемка там 250-300, и съемка, вот я беру стандартную съемку, потому что в основном их снимают, девушка плюс парень, это 400-500. То есть даже если съемка мега-жесткая, чтобы все люди понимали, это все равно небольшие деньги. Это никогда не миллионы и не миллиарды, как в ТикТоке сейчас идет тренд, типа мы с подружкой узнали, что за лесбий-съемку платят 700 тысяч рублей. Нет, 200 долларов. И там все такие, все, мы с подругой, типа, открываем бизнес. Нет, таких сумм до сих пор нету. Деньги прибавляют уверенности. Ты такая смотришь, вот я такая, какая есть, я зарабатываю. У меня там, мне пишут, вау, ты там классная, и кидают донаты. И ты сразу думаешь, о, вау, я классная. Вот в эйфории, кстати, это показано хорошо, где полненькая девушка, вот героиня, просто зарабатывает на том, что на веб-каме работает. И большие деньги. Но даже в порно, где на каждую найдется страстный любитель, есть стигматизация. В порно стигматизируются девушки и с лишним весом, и слишком худые девушки. То есть девушка все равно, по мнению порноиндустрии, должна быть с формами ярко выраженными, но при этом, чтобы не было лишнего целлюлита, к примеру. Что я, например, вижу объективацию и травлю сладшейминг именно в сторону женщин, в сторону мужчин, он не так сильно распространен, и они, в принципе, мало кого волнуют там. Мне с этого досадно. Мне, например, досадно с того, что на каждом продакшене, практически на каждом сайте есть определенный рейтинг для девушек от 1 до 10, вот такая вот шкала. Я понимаю, когда рейтинг существует для фильмов, это вполне себе логично оценивать фильмы по шкалам, но когда оценивают девушек, мне это не совсем понятно. Наверное, это также связано с тем, что в какой-то момент у меня на одном продакшене был низкий рейтинг, и я из-за этого очень сильно расстроилась, я переживала. Я понимаю, конечно, что я не совсем вписываюсь в стандарты красоты, тем более в стандарты порно красоты, но так или иначе меня это волновало и до того, как я получила, к примеру, сама низкий рейтинг. Есть такая замечательная режиссер, как Эрика Люст, и она снимает так называемое феминистическое порно. Но при этом я бы не сказала, что о ней в нашем, по крайней мере, комьюнити часто говорят. Да, она уважаемая, она известная, она замечательно снимает, и у нее достаточно зрителей, но, опять же, к ней в нашем комьюнити относятся специфически, я думаю, так. Может быть, потому что она снимает как раз-таки порно, которое, ну, не вписывается в гламуризацию вот эту вот, не вписывается в стандарты, и она делает что-то более приземленное, и упор у нее на бодик-позитив. Но главная площадка для самореализации это порнхаб. С него и началась новая эра эротических видео. Для тех, кто ведет на ютубе про политику, там, околополитические шоу, использует порнхаб как платформу без цензуры, потому что, ну, какое видео ты не выложишь, он его не будет удалять. Хочешь, вот, ну, ты, например, Навальный, ты хочешь, чтобы никогда твои видео не удалили, ты выкладываешь их на порнхаб. Или, например, шоу, какой-то разбор, ну, какой-то ситуации, что на ютубе сейчас удалится. На порнхабе никогда, и это сейчас все используют. А вообще сложно зарегистрироваться на порнхабе? Нет, это два часа дел. То есть, главное, загрузить документы в очень хорошем качестве, фотка лица и свой паспорт, и там, в течение суток тебя одобряют, и все. То есть, ты зарегистрированный пользователь. Несмотря на разнообразие порно-рынка, в индустрии, как и в журналистике, на первый план выходят блогерки, которые сами заводят свои аккаунты на порнхабе и самостоятельно снимают. Вот я слушаю интервью девчонок, кто, например, я в 15-м году снималась, они в 18-м завели свои каналы. Вот эти деньги, про которые они говорят, я, в принципе, в жизни никогда не видела. Ну, например, они зарабатывают 10 тысяч в месяц на своих видео. То есть, это каждый месяц, и им не надо ездить в Европу. Они там, например, снимают дома, и все. И свой канал ведут, и снимают туда и видео, и шоу какое-то, там, коллаборации с другими актерами, и актрисами, и это намного получается больше, чем ездить в Европу и сниматься. Мы посмотрели кучу этих интервью современных порноактрис, и такие, вау, вот это круто. Вот это действительно семейный бизнес, который должен быть.